здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас в москве третий тур мемориала тали 10 супер горсмейстеров играют по круговой системе и вот спустя больше чем сутки мы отдохнули в общем нельзя сказать что за первые два тура сильно устали я надеюсь что очень огромный запас свежести у всех нас есть давайте перейдем турнирный зал посмотрим как горсмейстер приступает к своей работе так вот на ваших экранах лечао против ананда партии уже начинаются прям вот вы видите как первые ходы исполняются до этого на экране была турнирная таблица но вот возможно вы заметили что ситуация абсолютно симметричная три шахматиста находится впереди это непомнящий гири и ананд три шахматиста вот да вот давайте на таблицу взглянем трое лидеров три шахматиста находится позади это мамидьяров гельфанд и томашевский ну и соответственно четверка еще шахматистов находится посередине у них одно очко так что все пока очень плотно все уже теряют очки и нет ни одного шахматиста который не набрал бы очков так что в общем держится дружно таким сплоченным коллективом и я надеюсь что борьба будет и дальше идти очень увлекательно и за первое и за последнее место так теперь давайте вернемся в зал посмотрим как вот этой это я всех приветствую да госмейстер сергей шипов к вашим услугам ну вот есть шанс что сегодня ко мне присоединится прекрасная дама давайте ее имени пока не буду называть но вот если прибудет тогда вы и сами увидите узнаете вот ну а пока мы видим что это века блашвили ведет фото охоту на я на непомнящего и сейчас его видимо застрелит из фото ружья пять минут дается обычным журналистам на то чтобы сделать такие яркие красочные снимки а потом они оставляют гроссмейстер в покое дают им поработать это у нас аниш гири и евгений томашевский партии третьего тура давайте я в принципе зачитаю какие у нас сегодня пара непомнящий крамник вы знаете очень интересное противостояние уже конечно много партий сыграли эти шахматисты представляющие разные поколения и я на непомнящий в общем надо признать что является серьезным сильным соперником для владимира крамника ну правда вот последние поединки я смотрел так супер турнира все-таки складывается в пользу опытного шахматиста крамник как-то подбирает ключики к я на непомнящему но сейчас ян в ударе у него высокая энергетика и вообще кстати это два шахматиста которые выступили лучше всех на всемирной шахматной олимпиаде в составе сборной россии так что вот интересно кто у нас находится сейчас на самом пике своей формы ян или владимир дальше аронянс видлер но у этой пары еще больше истории взаимоотношений и хотелось бы здесь увидеть какую-то серьезную дуэль например в защите гринфельда и продвинуть теорию еще дальше хотелось там теория этого дебюта настолько уже продвинута что кажется что что-то новое изобрести крайне тяжело но они смогут дальше гири томашевский но вот конечно разное настроение разное состояние у этих игроков гири сейчас видно что находится в полном порядке во втором туре он выиграл абсолютно блестящую партию бориса гельфанда но ажене томашевский я явно пока находится не в своей тарелке в первом туре проиграл в таком совсем не блестящем стиле во втором туре не отважился по серьезному напасть на ливона ароняна ну вот посмотрим может быть на сей раз евгений предстанет во всей красе играть он умеет здорово играть умеет хорошо те кто сомневается вспомните его предыдущие достижения он едва не вышел претендента из серии этапов гран-при фиды он выиграл прошлый суперфинал чемпионата россии так что пожелаем жене такой хорошей спортивной злости и чтобы в конце концов надо доказать кто есть кто и так дальше мамедяров против гельфанда но здесь встречаются неудачники прошлого тура и ясно что настрою обоих шахматистов здесь будет серьезный потому что турнир не настолько уж длинный третий тур это же не знаю мы к середине турнирной дистанции потихонечку движемся и раскачиваться то особо некогда вот так что здесь и шахриар и борис должны показать свое лучшее качество личао против ананда но личао уважать себя заставил и лучше выдумать не мог его все пытаются здесь обыграть но это проще сказать чем сделать то есть все таки были такие ожидания что китайскому гроссмейстер будет тяжело в компании волков шахматного мира но он показывает что и сам тоже зубастый сам тоже играть умеет уж как старался крамник его обыграть во время второго тура это было действительно такое впечатляющее зрелище но не смог ничего сделать владимир крамник несмотря на все 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 с твоей стороне так вот сейчас мы на видео картинке можете наблюдать какую интересную позицию исполняют на доске личао и анант видим что черный конь на и 4 укрепился сдвоенной пешки белых на ферзовом фланге но здесь есть свои тонкости структура позиции конечно очень хорошо известна я наверное сейчас когда буду показывать на диаграмме что-нибудь вам про нее расскажу но на всякий случай для порядка я напомню формат нашего соревнования и так 10 шахматистов играют в один круг классический контроль времени семичасовой то есть в идеале на наш партии могут продолжаться 7 и 8 часов как наверное то вы помните по предыдущим турнирам скажем турнир претендентов мы там уже к восьми часам приближались какой-то момент итак контроль времени давайте в деталях на первые 40 ходов шахматисты получают 100 минут каждый по 100 минут по час 40 и и потом на следующие 20 ходов еще 50 минут и потом после 60 хода еще получает по 15 минут до конца партии при этом действует фишеровское добавление времени 30 секунд на сделанный ход начиная с самого первого вот вы передвинули пешку с е2 на е4 нажали на часы и оп у вас на часах прибавилось 30 секунд и так после каждого хода сейчас рокировочку сделал китайский шахматист и ему 30 секунд в качестве бонуса в качестве приятного поощрения это такая техническая возможность вот появилась 20 лет назад и сейчас уже практически на всех турнирах фишеровское добавление времени присутствует это позволяет смягчить цитноты позволяет нормально адекватно доигрывать партии в общем это норма жизни и я думаю что это это с нами навсегда вот дело в том что классический контроль времени применялся и без смягчения вы помните что в турнирах претендентов был такой контроль например когда давалось два часа на 40 ходов без добавления вот и потом еще час на 20 опять-таки без всяческого добавления но к чему это приводило и все прекрасно понимают и помнят наверное когда василий ванчук пять раз просрочил время на турнире претендентов то есть попадал такие цветноты когда у него на 20 ходов было примерно одна минута но это классика жанра да все сразу вспоминаем решевского геллера и других великих цветнотчиков в истории шахмат но тогда-то не было физической возможности технической устраивать вот это фишерское добавление тогда не вообще еще не знали единственное только давид бронштейн свое время предлагал такую идею задерживать время в цветнотной зоне но условно говоря там остается до падения флажка там скажем минуты ну и вот давид и он предложил делать так что если ты делаешь ход в пределах какого-то временного интервала не знаю там 10-15 секунд то у тебя время не убывает вот такая была идея она кстати очень нравилась горе кимовичу каспарова вообще считал что это лучше чем чем фишерское добавление но в итоге идея бронштейна все-таки оказалась как-то немножко в стороне и и и а идея фишера живет и процветает так ну что давайте потихонечку переходить к шахматным нюансам дан вот я не успел сказать слово так как наш режиссер спасибо лёша блестящая оперативная работа смотрим как как шахматисты трактуют дебютную часть партии ну вот я уже говорил что арнян со свитлером это почти всегда дуэль в защите грюнфельда но при этом вот ливан аронян предлагает именно такую вариацию идея в том что теперь настоящий грюнфельдовый ход d5 кстати только что был сделан приводит к тому что черные не меняют коней на циты то есть задача белых просто сохранить как можно больше фигур на доске ну и дальше вот играть играть такое положение где сейчас очень актуальны варианты ферзь d2 3 0 потом h4 h5 и мат но вот это самое и мат получается не всегда у черных здесь естественно большой выбор продолжений можно нападать на пешку d4 фигурами ферзь d6 ладья d8 конец и 6 можно подрывать центр путем е5 можно подрывать центр путем f5 в общем здесь огромное количество возможностей но возникает вопрос а на чем собственно думал свитлер а я объясню здесь ужасно популярно стало с недавних пор вот это продолжение конь c6 который призвана выявить слабости черных полей в лагере белых но вот здесь соответственно следующий ход черные хотят сыграть е7 е5 ну а если d5 тогда конь е5 ну и какая-то вот такая вот структура потом d6 е6 слон g7 получается какой-то то ли земля что ли модерн бинони ну правда без пешкин c5 это не совсем так в общем очень самобытно интересная игра в общем мне кажется что петр свитлер здесь долго думал потому что выбирал где все-таки в каком направлении ему надо ловить ироняна и соответственно он пытается предугадать что аронян может приготовить на самых таких актуальных тропинках этого дебюта вот но d5 сыгран и и вот теперь я ожидаю что размен на d5 конечно но самое такое очевидное действие здесь конь c3 не имеет смысла там можно и на c4 взять можно и c7 c5 внезапно получить такой жесткий контрудар так что здесь и развитие событий предполагается вот ли он иронян занял свое место так что мы сейчас наверное вот эту позицию увидим ну а что будет дальше зависит от его величество петра свитлера который конечно же является одним из главных если не главным специалистом за черных в защите грюнфельда он у нас законодатель мод но сейчас есть еще молодые шахматисты которые распаривают это гордое звание титул петра но действительно много есть очень сильных аналитиков сильных игроков которые для которых защита грюнфельда основной дебют на черных в ответ на d2 d4 так но вот слоника на е3 мы видим что ливон своей волшебной левой рукой передвигает фигурки да и петр играет два нуля так ну и ждем хода ферзда 2 или f4 но раньше классическое направление здесь после двух нулей вообще играли в 4 конь и в 3 и так далее так ну вот петр разбирает стратегию фигурного давления на пункт d4 час 3 нуля ферзда 6 конь b5 ферзда 7 потом ладья пойдет на d8 так это мы как-то перескочили на другую да действительно ферзда 6 уже сыграно соперники сейчас немножко скучают и приходится воспроизводить то что они очень хорошо знают на ферзда 6 сыграно не комбай 5 а сыграно король бы 1 ну и вот петр на начинает немножечко думать ну точнее сказать делает вид что он думает а на самом деле конечно и этот ход наверняка тоже знает ну ладья d8 программное продолжение то есть черное видите всей толпой навалились на пункт d4 идея в том что банальный ход конь е2 не хорош из-за конь c4 и размен такого слона конечно никак не входит в планы белых поэтому надо сначала сыграть комбе 5 ферзда 7 но здесь если сыграть конь е2 опять-таки a6 но поэтому сыграно d5 но здесь вы знаете теория даже еще не начинается здесь в общем шахматисты все это хорошо изучили a6 конь взвернулся назад сейчас конь пойдет на е5 и где-то так ну что петр конь пошел на е5 а нет ферзь е8 простите простите на конь е5 там слон d4 насколько я помню играет чтобы потом f4 провести а сыр на ферзь е8 так любопытно значит связка по вертикали d играем ферзь 1 и черный конь не подставляется под удары в 4 играется конь a5 ну такой типичная гринфельдовая такая стратегия когда конь на краю доски стоит вроде бы не очень красиво не очень хорошо даже вспоминаются известные тезисы известных шахматистов 100 летней давности но здесь все очень очень конкретно во первых черный слон продолжает работать по большой диагонали его никто не заслоняет во вторых это такой не всегда готов выскочить на c4 и белые сыграли словно 6 вот очень интересно здесь все-таки кто первый преподнесет сюрприз да вот пётр сейчас думает если уйти слон h8 наверное белый начнет уже прямую матовый h4 h5 и вы знаете я по ходу дела вот есть у меня такой все-таки соблазн и я не смогу от него держаться я участвую на своем компьютере заведу эти ходы и посмотрю в какой момент у нас произойдет новинка я собственно сам белыми регулярно боролся и борюсь против грюн но примерно 20 лет назад это мне надоело я решил сам черный поиграть грюнфельда мол пусть мне покажут а как же собственно его опровергать ну и как-то затянуло и сейчас так получается что вот наверно для меня грюнфельд и ужасно интересен с обеих сторон и со стороны белых и со стороны черных поэтому какой-то свой личный интерес я использую служебных целях так давайте сейчас я заведу все ходы достаточно понятны и просты и и соответственно так с д7 d5 ферзь и 8 ферзь c1 a6 конь c3 конь a5 слон a6 вот после хода слона 6 я сейчас нажимаю волшебную кнопку просто поиск по мегабазе по большому количеству партий а их у нас уже не знаю сейчас у каждого конечно шахматиста своя база все там как-то собирают подливают эти базы у кого-то там шесть миллионов у кого-то 8 у кого-то 10 но в общем шахматное человечество и компьютер и компьютерные братья уже наиграли такое количество партии что в этой в этой толще в этом массиве удается найти предшественников кстати предшественники у нас здесь весьма великий вот эта пара позиция после слона 6 она встречалась во встрече карлсон каруана 2014 год а годом позже так играли постный против крейсла ну ясно что первая пара звучит как-то более весомо поэтому я даже покажу что тут было итак белыми играл карлсон черными галка руана это ставангер 2014 год но это тот турнир который приятно вспомнить сергею карякина он там всех опередил всех обманул всех обыграл вот значит взяли наш шесть вот так неожиданно черные разменяли казалось бы свою гордость свою неприкосновенность и вот после размены последовал ход е6 но идея в том чтобы побыстрее цапнуть белый белый центр пока белые недоразвиты белых еще пока нет возможности развития матовую атаку но отходом коняш 3 карлсон попытался доказать обратно и угрожает конь g5 ферзь е7 такой пехол накровнейший ход теперь на конь g5 видимо и в 6 слон d3 и неожиданно е5 ну не знаю логика конечно немножко такая странная но единственное что достижение черных заключается в том что пешка аж неожиданно оказал зажатый то есть аж 4 аж 5 здесь белый белым не так-то просто провести на конь g5 опять-таки в 6 конь в 2 давайте посмотрим конь b на c4 но вот черный тоже кстати предъявляют свои небольшие козыри при случае здесь ферзь b4 может последовать h4 ладья d6 но такой тонкий намек на то что ход h5 станет и грубейшим зевком просто без ферзи останется h5 не было сыграно белые то есть магнус карлсон сыграли конь бьет c4 побили на c4 и здесь отступили на c1 ну с я с я я явственной идеей продвинут пешку все-таки на h5 b5 конь d3 ну б 5 ход довольно резкий здесь образуется еще слабости на ферзовом фланге так что белые вообще не обязаны матовать они могут переключиться на какую-то позиционную игру кстати похоже именно это и происходит b3 конь b6 h5 не знаю мне кажется что эта позиция в пользу белых целом я просто вижу здесь дырочку на c5 ну и вертикаль аж конечно достаточно симпатичные но выиграть эту партию магнус карлсон не смог и я я не просто подозреваю я абсолютно убежден что эта партия глубоко изучена и аронянам и свитлером ну и соответственно какие-то серьезные выводы гроссмейстер сделали с того поединка и в них сейчас свои собственные наработки свои собственные какие-то идеи но вот во встрече в последующей постный против крейслера крейсла это в хорватии было сыграно 2015 году черные уже сыграли слон f6 уклонились от размена ну вот в отличие от слона наш 8 мы можем себе представить как белые играют h4 h5 размениваются потом где-то может быть этот слон будет попадать под удар белой ладьи но вот слон пошел на f6 h4 и c6 ну ладно давайте вот этих шахматистов я не буду подробно уже так освещать и в общем завязалась кровавая битва которая опять-таки закончилась почему-то ничейным результатом и так петр свитлер задумался а мы преспокойно отправляемся к следующей партии петру надо дать подумать и я думаю думаю что надо дать вспомнить и мы сейчас смотрим на наших чудо богатырей непомнящий против крамника которая кажется просто отсутствует за доской что ж за мода такая во первых разменяли ферзей до упростили позицию до невозможности исполнили теорию которая пристирается здесь смотрите до каких глубин и при этом оба покинули место игры прекрасное зрелище шахматы во всей красе так ну давайте начнем с самого начала это у нас был английское начало и опять опять крамник тот же самый порядок ходов применяют вы помните против свитлер тоже первым туре он играл именно так начинал с е6 потом играл c5 и собственно идет в ежа так но надо будет видимо новую главу в новой книге написать проезжая что порядок имени крамника чем он хороший чем он плох особенно с упором на последнее так но это уже стандартные позиции вот с включением коней этому позицию я уже узнаю но вот родной ежик вот да кушаем кушаем два нуля ладья д-1 и д-6 ну вот вот здесь этот порядок ходов по-прежнему жив как ни странно слон же 5 конь c6 ферзь f4 то есть свитлер собственно убирал там ферзя на д-2 ферзь f4 это как раз стандартная стандартная ситуация когда белые готовы в общем-то где-то откушать пешку д-6 но черные будут атаковать в ответ так ну вот это все это все было написано не буду говорить где и так угрожает конь бьет c4 видите что белый ферзь немножко перегружен обязанностями да подвисает и ладья и пешка ладья а д-1 ферзь c7 нападаем на пешку c4 играть б3 нехорошо из-за слон бьет c3 ладья d7 ну вот происходят размены значит слон c6 теперь в общем черные готовы где-то на ладья c7 во-первых надо считаться сходом слон d8 там можно без качества остаться при случае ну и в принципе потом же черные собираются заняться ферзовым флангом конь g5 ну такой размен происходит на черный берут ладью и белый берут ладью но в итоге все-таки до ферзь его фланга добираются черные и слон е4 сыгран ну судя по затратам времени вы можете видеть что соперники собственно пока обмениваться какими-то домашними своими заготовочками так ну под боем пешка h7 под боем пешка c4 не знаю напрашивается конечно какой-то банальный ход g6 чтобы вот ликвидировать все угрозы на королевском фланге но потом пешка c4 есть ладья бьет a7 допустим есть сюда ну какой-то минимальный перевес у белых наверное есть за счет активности ладьи но надо подумать как вот можно прицепиться к этой пешке b6 и можно ли ну слон d3 допустим напрашивается потом как эту пешку атаковать ну здесь правда конь d6 есть вот наверное ничего страшного так особо не видно особенно если черный слон перейдет на c5 видим вообще придется соглашаться на ничью конь на d6 кстати вообще стоит здраво довольно будет защищать пешку на f7 ладью удастся освободить так ну что еще на g6 какие тут могут быть проблемы черных а если начать с хода слон d3 вот согласитесь это более такой вредный подход не даем черному коню выйти на c4 и собираемся все-таки отгрызть пешку на a7 ну вот здесь как кое-какие проблемки имеются например на конь c6 ладья c7 уже может оказаться так что одна лишь одна лишняя у белых будет ну альтернатива в чем может заключаться ход h6 чтобы более темповым образом соответственно воздействовать на белого коня ну и потом съесть на c4 так интересно что здесь заготовил ян ну не знаю какие-то яркие жертвы наверное здесь не совсем уместно все-таки как мне кажется без ферзей тут не удастся создать чего-то серьезно на коне f3 наверно уже можно кушать кстати тоже очень логично выглядит если ладья a7 ну вот тогда может быть слон a3 а нет слон a3 и потом слон c5 да давайте посмотрим можно ли так переставиться слон a3 слон d3 кажется что черные сдаются они почему-то не сдаются они играют конь a5 но тут белый конь на e5 может без случая перескакать да и на слон c5 конь d7 есть такая неприятность я вижу завершение маневра планового слон c5 просто ведет к поражению незамедлительным потому что брать на c5 просто-напросто нечем берет ладья тогда следует мат по восьмому ряду вот в чем минус кстати говоря именно такой реакции черных текущей позиции ну а bc просто ведет к потере коня итак крамник задумался выбирают между ходами g6 а6 и может быть что-то еще не знаю можно ли здесь брать на c4 это большой вопрос вообще можно ли отдавать пешку на 7 допустим так так скажем напали да и потом пешка на 7 гибнет нет пожалуй без одной будем так что черный еще не решили все свои проблемы но я свою дебютную разработку вот нам предъявил и крамник заставил самого крамника задуматься в дебюте это уже достижение колоссальное я считаю что можно можно на этом основании включать партию в сборник лучших партий каритна в карьере так следующее гири томашевский так ну здесь нет какой-то дебютной актуальности но в общем довольно известная структура получается никто никого не трогает видите даже еще h3 делают ход чтобы от коня h5 защититься слон на h2 если что прячется c5 и размен на d4 е.д. ну такая принципиально асимметричная игра чтобы не было симметрии и черные тоже как знаете как по заказу выставляет ежеподобную позицию тоже конь идет на d7 пешка a6 хотим пешку на b5 продвинуть а слон с b7 продолжает работать иногда пункт d5 является каким-то перевалочным таким местом для работы черных фигур вообще в идеале вот если а6 b5 конь d7 конь b6 потом оккупируем поле d5 ученых получается очень складная симпатичная позиция но другое дело что после а6 белые очень часто играют сами а4 и как-то фиксирует пешки на ферзов фланга а что делать белым нот в плане атакующих возможностей 2-0 сыгран на королевском фланге конечно пробиться крайне тяжело вот это конь на f6 стоит конь с d7 его поддерживает то есть какой-то прямой атаки у них здесь нет но такая неторопливая игра может привести к тому что может быть на ферзовый фланг будет перенесен на центр тяжести здесь в общем вы знаете конфликт даже еще не начался соперники пока присматриваются к друг другу а вот партия личао против ананда и давайте мы посмотрим как это было с нее собственно начиналась у нас видеокартинка и так немцович рон немцович вот его фирменная защита конь f3 b6 и черные собственно вцепляются в пункт е4 всеми своими возможными средствами но сама суть этого дебюта как раз заключается в борьбе за пункт е4 за пункт d5 поэтому эта связка имеет смысл за черных так мы вот поскакали полетели разменялись разочек и укрепили коня на е4 по нулям по нулям но здесь есть еще и такой ход и конь е1 иногда играют потом f3 слон е2 конь d3 но это при слоне на е2 особенно актуально при слоне на d3 согласитесь это не так красивый так конь d2 белые пытаются свернуть коня на е4 черные как ни странно не возражают но здесь если сыграть ферз тут есть такая вот ловушка забавно ферз h4 значит в этого коня вцепляемся на g3 ферзя торжественно зеваем ну и ставим мат и вот если бы так закончилась партия в супертургире они еще долго писали бы летописцы так но понятное дело что белый наверное так не зевают сыграют наверное как-нибудь f3 но здесь иногда вот так действует конь g5 с идеей ладья f6 ладья 6 и мат но мат как правило не получается ну например где-то вот простите вот рука не донесла ладью где-то вот тут можно наверное вот так прогнать черного ферзя а потом где-то еще е4 при случае может быть слон слон с c1 начнет здесь работать так что это тоже отдельное продолжение ферз h4 теоретическое конечно но последовал размен на d2 давайте посмотрим ясно что анант видит эту позицию наверно в 150 раз и знает что здесь надо делать f3 тем не менее вот сейчас угрожала уже как минимум слон g2 с вечным шахом причем как минимум с вечным шахом да давайте какой-нибудь беспечный ход сделаем и посмотрим к чему ведет вот это все безобразие а ведет видимо не к вечному шаху от к вечному мату владея идет на g6 ну ладья там как-то уходит ну и мы там сейчас добиваем вариант пару изящных ходов черные ставят мат но опять-таки вот очередной кооператив то есть здесь белым есть на что терять на первых ходах они играют f3 и сыграна d6 понятное дело что черные собираются коня поставить на d7 может быть ладья выйдет может быть где-то пешка е пойдет вперед в общем здесь пока ничего нового с принципиальной точки зрения другое дело что на определенные конкретности здесь могут быть представлять интерес но за белых напрашивается здесь либо a4 a5 попытка создать напряжение на ферзовом фланге либо ходом c5 прямо сейчас попробовать порвать эту всю пешечную цепочку вот пока нет коня на d7 ход c5 вполне имеет смысл ну еще третье направление игры это провести е4 ну и попробовать как-то центр в центре увеличить свои пространственное завоевание но понятное дело что в этом есть какой-то определенный риск вот пусть китайский товарищ подумает мы ему желаем успеха и переходим к последней партии сегодняшнего третьего тура это у нас шахриар мамидзиаров играет против гельфанда так d4 и мы видим ну нечто славянское причем о слон g5 браво вот бы увидеть какой-нибудь этим антимосковский гамбит но вы знаете не не жалуют нас сейчас шахматисты этим вариантом ну или хотя бы вариант ботвинника вот было бы интересно тоже посмотреть там на 35 ходу какое-нибудь усиление известного варианта вот ну хорошо здесь сыграно h6 и мы видим московский вариант так называемый когда белые разменивают с одной стороны слона с другой стороны получают перевес в развитии здесь вплоть дохода е4 есть здесь вообще так много интересных возможностей вот здесь конечно обязательно каждый честный человек играет король е2 потом играет ферзь d3 g3 слон g2 ну в общем здесь огромный простор для фантазии но есть и банальный ход е3 вообще говоря основной е3 есть ход ферзь c2 чтобы все-таки настаивать на ходе е4 но g3 такая каталонская каталонское поветрие и белые в принципе не против где-то пешку на c4 пожертвовать конь d7 слон g2 и черные эту жертву принимают ну тут игра пока идет не в пешке у белых все-таки еще раз повторяю серьезные преимущества в развитии они могут наседать на е4 как я понимаю черные е5 их встречают вот таким ходом ну последовал конь е4 давайте посмотрим ферзь f5 конь е на d2 ну вот пешки то не пешки а все-таки пешка на c4 хочется съесть это шахриар так сыграет но если сыграть b5 не знаю может быть по этой диагонали разразится какая-то буря хотя тоже надо еще доказывать но последовал е5 то есть черные играют солидно не возражают против упрощений е4 ферзь h5 ну что напрашивается взятие на c4 конечно первое позиция безусловно должна быть известна в теории я просто лично я ее не знаю вот не видел такого размен на е5 мне кажется ну как только способствует развитию черных по идее конь c4 надо надо играть в случае взять и наверное наверное может быть взять ферзем каким-то образом потом коня на d6 направлять вот а после конь c4 черным между прочим наверное придется реагировать потому что пешка на е5 висит и висит серьез ну гельфанд так я так понимаю судя по показаниям часов хорошо знаком с ситуацией и наверное ход комбит c4 его не огорчит он тут знает что делать ну вероятно действительно возьмет на d4 холодно рокирует ну и посмотрит что делать дальше наверное вторжение вот это на d6 не имеет большой силы ну кстати можно посмотреть подвигать пару ходов 2 нуля ну понятное дело что белые могут ладьи поставить по центру еще много чего но есть какой-то конь d6 ну даже в принципе и после размен на d6 с последующим конь b6 слон на е6 у черных есть такие неплохие идеи развития можно и может быть даже оставить этого коня здесь пусть он резвится либо слон f6 сначала сыграть потом конь b6 в общем не знаю может быть даже ферзь c5 какой-нибудь попробовать вообще как-то разгрузить игру и тогда может оказаться что ученых нет никаких проблем слабости то у них точно нет вот но борис еще раз повторяю наверняка здесь имеет в виду какие-то свои домашние глубокие разработки так а мы возвращаемся к самой интересной партии для всех глинфельдистов мира на их сейчас много и все-таки свитлер сыграл в соответствии с той первой партии карсон против каруаны действительно взял на h6 и сыграл е6 ну вот это мы с вами видели и так на коне h3 черные готовы сыграть ферзь е7 чтобы на коне g5 был ход f6 да ну вот ароняну сейчас предстоит немного немало усилить партию усилить игру магнуса карлсона вот ну для тех у кого есть под рукой сильные компьютеры кто долго анализирует и работает над дебютом всерьез эта задача не представляется такой уж прям сложный магнус в конце концов только человек хоть и чемпион мира хоть и играет очень сильно но понятное дело что в дебютных вариантах у нас есть более весомые авторитеты гудини стокфиш коммада ну и человеческая голова которая может с помощью этих инструментов копать очень глубоко и очень серьезно так а владимир крамник я видел вижу что сыграл h6 все таки вот выбирая между этими ходами пешками прогнал белого коня на f3 отгрыз видимо пешку на c4 я побил на а7 ну и я вам говорил что там какой-то небольшая инициатива все-таки у белых сохраняется и крамник сейчас можно сказать медитирует над этой позиции временной контроль настолько мягкий настолько комфортно что здесь действительно можно примерно полчаса 40 минут в общем думать о чем-то своем о чем-то глубоком здесь к тому же в этой партии я имею ввиду партию не помню еще против крамника сделано уже так много ходов что до отметки в 40 ходов уже что называется рукой подать ну кстати вот я возвращаюсь к партии аронян против свитлер вот здесь после хода е6 а давайте я включу те самые высшие авторитеты о которых я говорил давайте включаю программу комода 10 ну просто интересно что товарищ комод нам представит здесь вы знаете ход коняшты который сделал магнус карлсон по прежнему находится где-то вот в числе первых трех ходов но на первой линии сейчас выпал сход h4 согласитесь самый человеческий ход и на ед h5 вот компьютерная программа в первую очередь изучает вот это агрессивное продолжение ну с понятной идеей взять на g6 и где-то объявить как минимум один шаг черному королю ну так что это наверняка надо было дома изучать и изучать всерьез так что ждем от ливона сейчас не знаю ну ход h4 невозможно назвать компьютером это абсолютно человеческое типичное решение потому что очень трафаретная стандартная атака белых на королевском фланге особенно после размена чернопольных слонов мне кажется рука сама тянется до к этой пешке но может быть ливон придумает что-то еще придумает или вспомнит ну вот на дальнем плане вы видите логотип нашего турнира михаил таль главный судья нашего турнира анатолий абрамович баховский и перед ним корзина с печеньем где-то дальше должна быть бочка с вареньем то есть шахматисты у нас по ходу партии пьют чай кушают и это правильно аж 4 так и сыграно ай молодец ли он подсмотрел в показания команды ну правильно или или сам просто по-человечески действительно метнул пешечку так что мы сейчас ступаем на неисследованную территорию то есть нами неисследованную ясно что и свитлер и аронян и многие многие другие специалисты наверняка эту позицию смотрели эту идею двигали еще дальше их примерно на 20 ходов вперед ну сейчас мы посмотрим взять и на d5 конечно самое принципиальное дело в том что ну взяли на d5 h5 там ну как минимум есть ход ферз f8 ну чтобы сразу то уж мат не получить а может быть и как максимум потому что идея а же все-таки мне кажется довольно серьезно игнорировать ее не рекомендуется но ферз f8 допустим можно идти пока ферзем на f4 то есть ладья так или иначе вступает в бой где-то ферз еще прицеливается к пешке c7 если взять на е4 ну надо дальше смотреть на самом деле что там будет там черный по вертикали д тоже могут подменяться но здесь очень жесткая конкретика компьютер здесь почему-то пишет спокойный ход ферз е7 то есть защищать пешка на c7 я не знаю но вот я бы по человечески еще рассмотрел бы ход еда вот пусть компьютер у меня сейчас быстренько опровергнет я просто посмотрю что он там показывает на еды а в еды говорит обход просто проигрывает аж вот именно так а ты тут двойной удар я вижу значит если ну допустим изменялись это неважно но теперь если пойдешь так то это наверное совсем просто ферзь f6 я безо всякого компьютера уже вам говорю ферзь f6 нападаем на мат потом даем шах и потом еще один еще более сильный шах это как раз понятно это это а если побить fg здесь проблема в том что видимо после ферзь бьется 7 смотрите подвисают все черные лошадки вот все доедины и плюс угрожает еще и мат в один ход ну такой способ проиграть я думаю опять таки тоже с видлера не удовлетворить поэтому на ферзь f4 он сыграет ферзь е7 ну и посмотрим что будет дальше то есть здесь на мой взгляд я все-таки очень уважаю этих шахматистов и как аналитиков и как мыслитель я думаю что их анализы только-только будут начинаться но свитлер пока мы видим призадумался призадумался и это ни о чем не говорит то есть он может сидеть пять минут а потом выяснится что все у него здесь хорошо известно но тем не менее он имеет право потратить время на какие-то на свои внутренние настроечки так ладно здесь значит такой боевой сценарий нам обеспечен но сам ход h4 сам по себе говорит о том что иду на вы и война уже объявлена так что здесь скучать нам не придется так теперь смотрим на владимира на владимира борисовича итак h6 сыграно взяли взяли и ладья c8 ну что сказать перевод слона через а3 на c5 подождет пока черный жестко контролирует пункт е5 не допускает вот того самого прыжка который в моих предварительных прикидках как-то очень уж хорошо прошел но если конь идет на не идет на е5 тогда наверно ничего страшного нет если тычок f5 с идеей ослабить белые поля то она наверно конь d6 будет неприятно с нападением и на слона и на пешку вот тут надо посмотреть что белые могут сделать в принципе белые могут пока отвести слона на d3 такое надежное положение у слона слон стреляет в обе стороны такая очень функционально хорошая фигура хода слона 3 нет здесь после размена это слон потеряется то есть надо черным еще дальше думать что делать может быть белые могут пешку на аж 5 куда-то закинуть чтобы зафиксировать вот это расположение черных пешек которая приводит тому что у черного короля слаба восьмая горизонталь вот так что продолжаем здесь изучать ежовые глубины я повторяю свою оценку белых есть минимальное преимущество небольшая инициатива но делаю упор на прилагательном небольшая черные должны постепенно я думаю это все дело отразить усмирить и нейтрализовать я не помню конечно со мной не согласится придет после своей победы к нам в студию объяснит почему инициатива белых на самом деле очень сильный почему нейтрализовать ее крамнику не удалось но это я заглядываю будущее в гипотетическое вероятности бывают здесь разные так давайте посмотрим как продолжается встреча гири против томашевского конь d7 ладья е8 ну вы знаете здесь ладья на е8 принципе расположена полезно черные так уводит слона на f8 опять-таки типовой ежовый маневр без случаев слон потом может и на g7 прийти ну а ладья по центру конечно всегда может пригодиться например если черные вознамерятся и соберутся где-то нанести удар е5 слон h2 ну тоже полезное такое профилактическое действие под копыты лошади нигде не попадем ни на d5 ни на h5 вот но соперники пока не раскрывают свои истинные намерения и посмотрим что здесь сделать но я бы черными наверно 6 все-таки сыграл проверил бы белых на предмет продвижение b5 то есть сыграют ли они а4 ну давайте вот так какие типовые движения здесь можно ферзь c7 и знать какая есть ученых идея слон c6 ферзь b7 во первых создать какое-то давление по большой белой диагонали во вторых все-таки настоять на том чтобы пешка пошла на b5 ну то есть это достаточно хорошо известно но здесь надо важно всегда иметь в виду что белые ну допустим ферзь ушел на b7 белые где-то могут сыграть конь c4 на пешку d6 навалиться писать после ферзь c7 может быть сразу можно так сыграть если допустим слон c6 конь d2 то здесь вот как-то с пунктом d6 не просто будет черным работать хотя вот в данной ситуации наверное тут конь опять-таки только поспособствует этому желанному продвижению b5 ну хорошо я здесь немножечко так все-таки не могу быть совсем объективным я смотрю на эти позиции с большой любовью со стороны черных а со стороны белых я так могу только сухо и как-то в какой-то степени отмечать какие-то очевидные вещи так что желаю успеху успеха здесь черным так ли чо ли чо говорит как делает то что я собственно и предлагал пешку отправляет на опять вот если черный сейчас ставит блокаду доход а5 вот после этого акции прорыва c5 значительно усиливается здесь видите еще образуется фактически очень слабый пешка на b6 то есть черным здесь как не играя все равно пешечные слабости им обеспечены вот поэтому анант играет меняет план то есть место хода конь d7 такого самого база он играет конь c6 именно применительно к создавшей ситуации то есть блокирует продвижение а5 и случае черные вообще могут перейти вот к этому такому стандартному стандартной идее из защиты немцовича когда черные ставят коня на а5 слона на а6 ну и добираются до пункта c4 вот но это пешка еще раз повторяю она подвижная она не зафиксирована вот если бы черная пешка стояла на c5 тогда этот план вообще был бы очень хорош но так как пешка на c7 все время рывок c5 мы с вами дорогие друзья будем иметь в виду так посмотрим на показания времени вы знаете анант продумал уже больше 15 минут это говорит о том что какое-то своеобразие в этой позиции какие-то мелкие конкретные нюансы здесь все-таки имеют место быть я думаю что и сейчас c5 надо тоже посмотреть там где-то потом ферз на b3 вы видит выйдет с двойным ударом на b7 на е6 вот но то что китайский шахматист уже начал по-настоящему всерьез играть шахматы то есть уже оторвался от всех своих домашних анализов лично для меня совершенно очевидно вот я думаю что по уровне знаний по уровне анализов он конечно значительно отстает здесь от многих шахматистов в этом турнире но зато он моложе зато он энергичнее вот посмотрите на уставшего ананда ну как то незаметно незаметно он превратился в дедушку современных шахмат да тоже самый старший да в нашем турнире но выглядит то дедушка хорошо и играет здорово вот но об этом молодежь следующее поколение которое стремится свергнуть всех великих дедушек нашего шахматного мира так еще немножко еще чуть-чуть вот она последняя партия я иду по циклу пять партий так проворачиваем одно за другой и где-то какие-то интересные события происходят ну что же шахвер ничего не стал забитать действительно побил комбит c4 ед но здесь задумался но я рассматривал ферзбит d4 ну давайте подумаем насчет комбит d4 насколько это все актуально ну допустим если происходит размен конечно черных будет кое-какие неприятности если сыграем два нуля кони в пять вот так если так белые лошадки запрыгнут куда-то в район поле d6 и потом f4 е5 но это скорее скорее какая-то фантазия потому что черные наверное здесь первым делом сыграют комбит 6 и попросят белых коней определиться коня на f5 они конечно в любой момент готовы разменять так что здесь я полагаю что при таком развитии событий у белых ничего не было бы я специально употребляю именно такой оборот потому что взятие на d4 уже произошло и именно ферзер то есть вот все как и было предсказано как собственно и надо так но здесь комбит 6 наверное играть рановато там и на g7 висит и на b6 то есть два нуля так альтернативы этому ходу найти практически невозможно но слон f6 это тоже наверное что-то неправильное там и шах на d6 и тычок е5 так что ожидают бориса банальной рокировки но вот посмотрим как дальше шахриар будет нагнетать напряжение в принципе слон на g2 здесь скрыт пешкой е4 от ферзевого фланга так что он скорее здесь занимает пассивную позицию но вот вопрос в том как белым дальше играть в идеале конечно надо поставить пешку f4 пешку на е5 и на d6 какой-то должен гонец быть направлен вот но делать это сразу после путем конь d6 или сначала играть ладья d1 или может быть еще какие-то интересные возможности продвигать здесь еще найти какая-то идея где-то a3 b4 коня на а5 повесить чтобы с ферзевым флангом черным было трудно разобраться то здесь есть над чем поразмыслить есть какие-то разные дороги хотя некоторые из них довольно неявные и что называется травкой поросли и вот надо здесь посмотреть повнимательнее и их узреть шахриар уверенно убедительно выиграл блиц турнир который состоялся вот в день открытия он определил тех тех пять шахматистов которые нас играют пять партий белым цветом и четыре партии черными но шахриар во время блица выглядел просто бесподобно но старт основного турнира у него не задался во втором туре он у нас проиграл ананда ну и борис абрамович тоже стал соавтором хорошего такого произведения который наверняка включит в свою книгу я напоминаю что на пресс-конференции аниж гири когда рассказывал о победе своей ну просто сообщил что как раз перед турниром он читал прочитала последнюю книгу бориса гельфинда к сожалению на русском языке я просто не видел не держал в руках ну в англоязычном варианте ну и что называется набрался у соперника этой умение подкручивать и создавать динамику умение жертвовать пешки как раз аниж пожертвовал пешку пожертвовал пешку гельфинда в стиле гельфинда ну и добился успеха а так часто бывает что вот активные шахматисты агрессивные они очень не любят когда им жертвуют когда на них нападают когда против них играют в их стиле это совершенно обычная нормальная ситуация и в общем такой психологический прием он конечно довольно действенный стоит взять на на вооружение если например вы играете с каким-то заядлым атакером который чрезвычайно любит и умеет главное атаковать но вот если получается такая возможность на наоборот перевернуть эту ситуацию и заставить этого атакера защищаться заставить его терпеливо аккуратно как-то налаживать координацию фигуры там как-то удерживать завоеванный материал ему это просто во первых непривычно психологически сложно ну и может принести довольно серьезные игровые дивиденды так ну что ж может быть и шахриар сейчас найдет возможность чего-нибудь пожертвовать и тогда борису борису наверное придется не сладко так а петр свитлер всем своим видом показывает что ход h4 для него новый что этого хода он совершенно не ожидал и вообще не знает как здесь играть так но он не может не понимать что еды это принципиальный момент для чего же собственно черные сыграли е7 е6 ну конечно для того чтобы эту пешку d5 свергнуть но разумеется он по достоинству пытается вот оценить продвижение h5 но если не еды ну тогда наверное здесь может быть ферзь f8 сыграть белые разумеется не будут менять ферзей сыграть ферзь f4 опять-таки с нападением на пешку c7 вот это главная проблема если допустим ферзь е7 h5 а то есть идея может быть в том чтобы все-таки закрыть калитку в центре то есть сделать так чтобы здесь ситуация стабилизировалась ну а ладья и ферзь вдвоем но вряд ли они дадут мат просто не хватит у них мощности такой боевой правда вот здесь после ферзь h6 есть такой забавный вариант ферзь f8 да ну нет взятия на h6 я имею ввиду что она ничего не дает здесь же промежуточка то не проходит взятие на 6 этаже просто белые ничего не добиваются взятие на f7 это грубый зевок потому что остаемся без ладьи то есть вполне может быть вполне может быть что петр захочет сохранить за собой вот эту возможность сыграть именно е6 е5 и чтобы позиция стала как-то более стабильная потом кстати конча с c4 может перебраться на до 6 на такую хорошую блокадную позицию и тогда чем на экспозиционной точки зрения будет все замечательно то есть сейчас перед семикратным чемпионом россии стоит концептуально важный вопрос идти ли на вскрытие игры вот после еды начинается уже такая суровая военная игра такая значит размашистая кулачная схватка или или все-таки сохранить закрытый характер позиции ну петру видней пусть он подумает я полагаю что есть у него на этот счет все возможности найти их наилучшее продолжение после ферсов 8 не знаю можно конечно размет посмотреть не исключено что здесь будет эндж полю белых поприятнее например потому что после этого размена вот если берем королем может быть все таки аж 5 можно подцепить с идеей где-то наш 8 пробраться а еще и есть идея где-то просто поставить пешку на b3 я не знаю может быть сейчас может быть прямо сейчас и что называется вырезать этого коня на а5 и пусть он там стоит отдыхает и в общем то бездельничает ну черные кстати говоря могут где-то потом этого коня попытаться вызволить путем c6 ну почему бы и нет почему бы нет здесь кстати может все разгрузиться еще слон на f5 идет шахом то есть не факт что белые здесь реально претендуют на что-то серьезное ну вот такая вот такое видение партии лично у меня но петр наверняка какие-то уточнения предъявит так тем временем я не помню еще ну так вы знаете какой-то неторопливый такой спокойненький ход король g2 сделал не слон d3 не рывок пешки на h5 а король g2 вот так может быть когда-нибудь этот ход пригодится ладьян c1 не пойдет шахом король где-то через центр выбежит вперед ну и владимир спокойно отвел слона на f6 то есть вот идея перевести слона на на c5 его не впечатлила но у него другое понимание позиции так ну наверное конь то пойдем пойдет все-таки потом на d6 я так понимаю но допустим допустим я вот не знаю надо ли фиксировать пешку b6 путем a4 не факт но тоже вполне возможное мероприятие ну допустим слон d3 конь d6 я уж не знаю можно конечно какие-то грубости связанные с е2 е4 рассматривать здесь с учетом потому что слон на f6 подставился но здесь ход черных все-таки они немножко первее начинают наседать на белой фигуры скажем ладья c3 здесь еще ладья b1 ну и как-то вот так с позиции силы можно попытаться ничью зафиксировать ну может быть может быть почему бы и нет вот но е4 ход не очевидный то есть обычно знаете если слон стоит на d3 вот так крепко ну не знаю может быть здесь все-таки конь е5 отправить коня вперед в атаку вот интересная будет структура в случае размена на е5 черного коня то я вам скажу нет таких каких-то заманчивых возможностей мне кажется что придется немножко помочиться на конь c4 но и в 4 пока сыграем вот здесь короля как раз подтянем к центру и мне кажется что вот борьбе на два фланга слон здесь окажется явно может быть не явно но несколько сильнее черного коня хорошо ожидаем от я на демонстрации могущества так вот осталось у нас три минуты до перерыва успеем что-то еще взглянуть и так евгений томашевский как и ожидалось сыграла 6 соперник тоже не был оригинален а4 то есть продвижение b5 затрудняется и конь f8 но здесь какая ситуация конь идет на g6 может пригодиться при случае на королевском фланге представлять себе коня конь на g6 конь h5 конь f4 где-то по большой диагонали какие-то микро угрозы черных создаются я честно говоря коню на g6 отношусь достаточно прохладно я не уверен что это идеальное поле для коня но столь точки зрения чтобы окончательно обезопасить своего короля наверное маневр неплохой я полагаю что белый здесь намного это не претендует знаете что меня смущает что где-то белые сыграют конь c4 как-то вот на пешке b6 и d6 будут оказывать давление там при случае где-то может быть не сейчас потому что на f3 конь подвисает может где-то ферз b3 кажется неприятный ход и как раз моя мораль такова что отсутствие коня на d7 может оказаться немножко невыгодным для черных но всему свое время это это надо проверять конкретикой то есть эти общие соображения они очень хороши если подкрепляются конкретным правильным порядком ходов так ну и вот пожалуй в текущий момент самое интересное у нас происходит во встрече личао против анада вообще личао действует крайне оптимистично ход g3 очень радует слона на b7 видите как ослабляется эта большая белая диагональ ферз h5 и е4 но кстати чтобы не радовать этого слона я так понимаю что белые собираются этот центр застолбить пешками хотя не знаю вот как это делать если сыграешь d5 но там такие опорные пункты для коня будут а5 c5 е5 везде вот куда не поскачешь везде будет хорошо с другой стороны что делать сейчас может быть белые вообще собирается откушать пешку на f5 и потом по вертикали е активизируется ну в этом плане допустим ход ладья е8 имеет смысл ну белые тоже ладья а е1 и что дальше то здесь вот это напряжение снять его кстати вот насчет снять напряжение давайте подумаем а если все таки стукнуть если стукнуть на е4 так ну два варианта как несложно заметить если берем слоном мне кажется что в принципе размен белопольных слонов здесь должен быть в пользу в пользу черных ну во первых пешка на c4 на c4 видите ощутимо слабый во вторых на f3 но с стороны опять таки общее соображение дело хорошее а мы проверяем конкретику белые свою очередь нападают и на коня и на пешку и 6 причем в общем то висит то тут все всерьез шахом конь на d8 может конечно защитить но тогда ладья попадет под удар хотя вот я честно говоря видал такие случаи когда пешка то терялась а потом выяснялось что здесь есть изрядная компенсация вот только бы еще черным c7 c5 если успеть сделать тогда у них вообще был перевес но здесь эта пешка c4 вот таким образом уходит ну и дальше какие-нибудь не знаю может быть вот такие варианты возникают нападаем на этого на этого хотим взять на c5 может быть в итоге получится примерно равная позиция не знаю ладья а2 или ладья d1 надо играть конь c5 ну вот один одна из возможностей в таком длинном исполнении может быть анан сейчас такие варианты считают до самого конца а еще после взятия на и 4 наверно надо смотреть взять и пешкой с f3 ну и черные в свою очередь тоже должны думать как им поступить в центре я кстати не вижу какой-то большой беды просто в том чтобы вообще все разменять все на свете и вот без ладьи тут был черного ферзя появится возможность как-то вгрызаться в белой лаги обязательно белых все-таки какие-то слабости пешечные будут здесь и в центре и на ферзовом фланге мне кажется что у черных здесь должно быть хорошо но просто по логике шахмат по логике вещей я думаю что это это очень очень правдоподобное такое ощущение есть у меня ну и наконец последнее что мы видим перед перерывом то что борис гельфанд неожиданно задумался неожиданно задумался и не играет два нуля ну вот любопытно любопытно вообще-то сам дебют но предполагает что вот это вскрытие игры по центру надо все-таки смотреть немножко глубже но не бывает такого чтобы гроссмейстер такого уровня изучали изучали подобные продолжения ну без какой-то дальнейшей раскладки что делать дальше как расставлять фигуры да ну и как конкретно просто реагировать уж во всяком случае до окончания развития фигур вот и должен доанализировать до такого уровня что ты понимаешь вот у тебя король ушел в безопасное место фигуры развивается ты прекрасно понимаешь ну примерно что дальше делать но в данной ситуации борис немножко задумался я уже приводил тот пример известнейший когда в партии с гречуком шестая партия матча турнира матчи турнира претендентов в казани 2011 года когда борис на выходе из дебюта задумался на 40 минут и сделал один очень сильный ход потом выяснилось что ход ты все-таки сделан по анализу но борис все-таки что-то там перепроверял за доской так что сейчас пока его раздумья длятся всего лишь минут 5-7 с большой вероятностью говорю что борис эту позицию знает но а нам с вами еще многое предстоит узнать после перерыва отдыхаем 7-8 минут а а и Продолжение следует...